Здравствуйте, друзья. New York Times решила поработать Капитаном Очевидность и сообщила читателям о том, куда будет наступать российская армия после освобождения Луганской области. Оказывается, после восстановления сил и перегруппировки, россияне, скорее всего, атакуют Бахмут, стратегический узел ВСУ, куда начнут наступать со стороны Попасной. Пока будет штурмовать Бахмут, он же Артемовск, силы России севернее и западнее города будут вести сковывающие бои. Задачей станет создание большого котла вокруг крупных промышленных городов Славянска и Краматорска. Ничего такого, чего бы мы не знали. Еще одна новость от одного из военкоров. У нас принято верить военкорам, но, к сожалению, они не всегда сообщают правдивую информацию. Цитата. Сегодня в обед Одесская отдельная бригада особого назначения после высадки на остров Змейный не продержалась и часа. Я к острову Змейный еще вернусь, но здесь не одного слова правды. А вот более актуальная новость. Сейчас на Углегорской Тессу идут интенсивные боевые действия. Электростанция горит. Напомню, это один из небольших укрепрайонов ВСУ, который еще сохраняет за собой контроль севернее Светлодарска. И еще одно видео. На этот раз из Снежного, в котором противнику удалось уничтожить склад боеприпасов. О таких новостях у нас не сообщают, а следовало бы, потому что они свидетельствуют о том, что у противника есть высокоточные боеприпасы и есть возможность наносить удары по военным объектам в глубине территории, в том числе Донецкой Народной Республики. Более полусотни километров глубоко в тылу. И это свидетельствует лишний раз о том, что вот те неизбирательные удары, которые наносятся из всех видов оружия по городским объектам, по городской застройке, делаются совершенно сознательно. Потому что если бы хотели попасть, вот так как в Снежном попали бы. Ну и новости от Генштаба ВСУ, которые в редком случае дали достаточно объективный анализ. Противник пытается установить контроль над Базановкой, Долиной и Богородичным к северу от Славянска. Бои продолжаются. Но это то, о чем мы говорили. Там же расположены и Сидорово, за которые идут бои, о взятии которого уже сообщалось третий раз на прошлой неделе. Но пока продвижения войск на этом участке фронта нет. Идут штурмовые действия у южной части трассы Лисичанск-Бахмут. Враг атакует Васильевку, Берестовое и Спорное. К югу от Бахмута продолжаются бои за Кленовое. От Горловки была попытка наступления на Майорск. Была попытка штурма села Победы на подступ к Паренке, укрепрайон ВСУ к западу от Донецка. И в Херсонской области противник, то есть мы, пытаются вернуть ранее освобожденное ВСУ села Потемкино, Ивановка и Мирное. Здесь единственное уточнение, что обычно, когда один штаб ВСУ сообщает о боях за какой-то населенный пункт, например, за Кленовое, который расположен все-таки не к югу от Бахмута, а, скажем так, восточнее, за него уже бои закончились. Они идут на подступах к Кленовому. Но эти населенные пункты, которые указываются в Херсонской области, они традиционно находятся в серой зоне и российские войска их не оставляли. К другим новостям. Лис-Трас лоббирует идею передачи киевскому режиму замороженных в некогда Великой Британии российских активов. Канада двумя клешнями за. Есть маленькая такая сложность, которая заключается в том, что в многочисленных законах, принятых за сотни лет на Западе, частная собственность, ее священное неприкосновенное право оставаться в руках того, кто ими владеет, необходимо каким-то образом пересмотреть. Но они над этим работают, я думаю, что успешно. Так рано или поздно часть наших активов, замороженных киевскому режиму, точно передадут. Ну и министр обороны Шойгу на встрече с Путиным сообщил, что за две недели уничтожены 5469 солдат противника, 196 украинских танков и бронемашин, 12 самолетов и один вертолет. Эти цифры дают приблизительное представление о той помощи, которую Запад оказывает киевскому режиму, ее эффективности, ну а также мобилизационных возможностях киевского режима. Как вы понимаете, уничтожение 10-11 тысяч солдат противника в месяц легко восполняется за счет мобилизационных ресурсов многомиллионной страны. Неважно, где вы будете раздавать повестки, возле церквей, в школах, на автозаправках или ночных клубах, но так или иначе эти 12-15-20 тысяч в месяц вы в любом случае наберете. Что касается техники, здесь значительно хуже. Как вы понимаете, поставить сотни единиц бронетехники за месяц Запад не способен. Этим и определяется, собственно, объемы его помощи. То есть никаких переломов не будет, только надежда на лучшее какое-то светлое будущее, непонятно откуда должно свалившееся счастье там принести сотни и сотни единиц бронетехники. Но по факту это просто продление агонии. И возвращаясь к Змеинам. Пресс-секретарь оперативного командования НИЮХ Наталья Гоменюк дала интервью CNN, в котором рассказала, что ее слова о возврате острова Змеины под юрисдикцию Украины не так поняли. Цитата. Флаг был доставлен вертолетом. Он дождется прибытия войск, а потом будет реять. Гоменюк пояснила, что флаг некому устанавливать, втыкать, поднимать. А фото, обубликованное в соцсетях погранслужбы, достали из архива. Это лишь те свидетельства того, что информационная медийная война для киевского режима значительно важнее того, что происходит на самом деле на фронтах. На этом пока все. Всего вам доброго. До свидания.